Поехали, короче говоря, как в России все делается через жопу мне, ну как через жопу, вот в ОВД приехали, там красолов один есть, нас с Женей мне, приедем, мы вот тоже голову торвем, падла мне, представляешь, я говорю, завтра поедете на войну, я говорю, ради бога, а как, говорю, поедем, я говорю, на же, говорю, автоматы, пистолеты и сумки иметь, вот рядом же ездит, ну, сам знаешь, это херовин там, на автобусе повезут, поехали, а как ехать-то, приходите, говорит, на вокзал электричку иметь, все, садитесь, едите в Москву, я говорю, ты что, она, я тебе забыл рассказывать, нам же это, как его, и автоматы-то не давали ни хера, ты представляешь, да, говорит, поедете в пистолет, а я говорю, а с чем ехать-то, с табельным оружием, я к тебе крышу едешь, что ли, дурачок, что ли, блядь, я говорю, мы как будто на рыбалку на Клязь мы поехали, у меня с пистолетом-то, представляешь, я говорю, дайте нам автомат уходить, автомат, говорю, дайте, зачем он вам там, я говорю, еб-твать, а куда мы попадем-то, ты знаешь, вас в МОЗ-ДОКе там оформят, да, я сейчас скажу, как оформят, ага, к папашке прихожу в отдел, приезжаю, я говорю, папашка, еб-твать, представь нас 4 дурака 4 бронежилета 4 автомата медь магазина ебать пистолеты и всякой херни медь а как ехать у пацанов спросил эти как его зовут участвую брать то мне там список написали 15 трусов там 10 бар носков ебать всякую вот это да как же да ну мамка мне наложил вот такую сумку мечта оккупанты представляешь поехали херстим папа гад херстим по вам представляешь звонил начальнику воды александр ивановичу ебтомать александр иванович может я венограду отправлю в этот как его зовут москву уметь ну ладно папа дает короче машину спрашиваем а как бы в москве поедем санька москве то гру как поедем но я человек исполнитель а я со старшего значит приезжайте на курский вокзал там около пяти идет этот как его зовут паровоз короче говоря на владикавказ вот приезжаем все а вы люди исполнители приезжаем на курске медь заходим гекас статями написано 1657 москву это владикавказ будьте любезны да ну написано значит надо все как я человек исполнительный эти реки говорю нам 4 билетика ксиву показал все так ради бога подходим к паровозу значит братка до серега спрашивать сколько бы в дорогу добрать 4 или 8 8 труба потому что по дороге то маник чекут попили да 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 шо упали бы там все на на радость взяли 4 значит все идем к паровозу а сумки для и просто ты мне ну короче вот так за три периодом переноски ездили а поезда подходим проститутка стоит который в провозе вот говорит у вас бумаги на оружие то есть она же все будет как его написано же в этих как его да в командировщик там все револьвер там это все начали кармульту к все записано заходим значит одни не русские я думаю ёптать кого попали то медь еще час арестуют ахуя они все не по-своему говорят но с не по-нашему ну вот тогда бы сейчас в плен возьмут и сдадут хули за 4 барана то ага я значит это как его ну все садимся как обычно по чайку мне сели дунули ну по чайку у меня тут сразу этот боевик наш ёпт ножик тут вытаскивать все как положено ну все нормально попили погуляли значит все четыре часа утра ты представляешь за ногу дергают ёптать 4 утра но мы маленько выпиши эти ты побольше выпивши брат кто у нас кровати же упал его надо было видеть но суть то не в этом ну качал сильно позже короче говоря за другу меня дергают 4 утра ну я маленько выпиши конечно не а у нас чизку п вояка ехал какой-то зеленой форме ну думал бы крышу поехал на лет перепел маленько перепутал дверь то блять за ногу меня ёрга и блять смотрю он будет все вылазим йогу ты ёбнулся что ли ёпт на 400 ночи вылазим для тех балда грубляет перепел так и гигана хуспи дурачок странный блять ушел но я раз на другой бог мне опять за ногу дергать сдаем оружие думаю пиздец куку то вообще не дружит товарищи тебе его слушай как ты меня вырезаю баллип ты и глядите нахуй что-то пристал ко мне мне а после смотрю в свете там ходит же не у нас в каморке в купе то темно а там свет бля с вилами эти мужики то думаю ебтимать снится но ты представишь дома никого выпишут и думаю блять окружает на свет с вилами блять а у них еще в папахе такой ходит эти мужики таможенники черный это как его каракульные думаю не наши нихера на а там другой военной форме хаины и в ментовской блять и у того смотрю вилы блять думаю ебтимать думаю что шутить что ли мне и сажусь такой мальчишки чем проблема то где находимся то они готовы вот мол это украина там как она мне там самой стен или хер я знаю да я буду стоять в крыши есть что ли как а украина я группу едем ты на юга тебя все вылазим я значит сложу я говорю а кто был старше что я говорю я вот ксива у меня все тут у вас автомат то есть я уши же мы блять на войну для с ругатками поедем что ли это как же есть это пограничники по ним оружие писать в ствере это в командировщик написано что кормультуг такой-то там все заряда сколько все пошли к проводнице вот к этой проститутки она нас сдала сука паровоз встал паровоз стал за полкилометра до станции а после минут 5 сумками так руководила короче говоря пошел с пограничником это пограничник то приличный год мы такое оружие перепишем ну думаю херсти пусть пишут жалко что бумага терпите слышу там уже затворами щелкают в комарке в нашей думают война сейчас начнется еще одну в республику блять не победили без другой воюю ёптами да все опять международный конфликт мне теперь чей этот как его слышу затворы щелкают война начнется эти кричат блять не стреляйте я сейчас спецназ вызовем думаю патронов туда смала не победит мы их всех ты представляешь ага и это как его зовут-то туда бегу прибегают с пистолетом сидит боевик ты нажмите и кто чё крышу есть что я хорошо автоматом это под кровать что-то принять приставил автомат был их выдели все более это значит этот ягур мальчишки так давай разберемся по-хорошему чё тут славянь славянь не разберемся на него туда и по-хорошему власти евро где станции не света ничего нету теме теперь представьте и до чужой место не знаешь куда ехать тепло вылазим они год пойдем пограничникам а у этих тысячи балда никак не работают они еще так сказать в состоянии комы и вчерашними как и будет пограничник может маму думать шутит ну знаешь бывает переоденутся там хохмут потравить их ну ладно короче договорились с ними то как его зовут ну да то что они нам они год ладно пойдем ментовку местную железнодорожными все затаскиваем вещи значит этих значит в эту в одну коморку сейчас гостю с рюкзаков вытащим я какую-то там трусы смотрит и твой у вас автомата вдруг в гранат визит я губить то нам и дал ты ей не видел в жизнь города ты сейчас сказать там а теперь и значит это ну брат кату братку и димку боевика заводит в этот меня не слушать нифига заводит в этот как коморку ему отдельный коморка а меня в другую коморку то а там значит сидят пограничник таможенник и ментушка и каждый строчит свой протокол орден же дадут написаешь задержали витек вооруженных этих да мы как будто воевать на них пошли войн ага все туда увели короче гнеть увелит руляля в общем трещат а меня ночь пишут а старше то есть акси у них забрал ну бумаги ты хочешь переписывать каждого актик свой составляет правда у меня бумаги из там и с этими сходу сербом ол ты их не виллу того ага все трещат год ну чем сейчас мы у вас короче в эту хавадов харьков повезем я говорю что это какой харьков нет нету нам хоть позвонить гуртай позвоним вывода чтобы в плен попали руки крутить хорошо взяли это как две бутылочки еще осталось не допили мы месту это выпили московскую то две бутылочки александровской братка на минутке поедем вот дал как будто знал что мы с апреля на минутке мы выпьем ага братка в эту тему с ментами с хохлядскими дунул эти две бутылочки то стали брата отцу братка берет по это пуговицу я тебе дарю пуговицу и к этому так хохлута блин запугай захватила давай как не пугай сушь пьяники живет она тот виск песке под не отдам пуговицу год давай и автомате тебе дала у них же с трезубцами так как у нас пуговица все заходит от друга ментушка где-то такие пацаны это клевые чем их забирать давай мол отпустим их в этот как его домой мне уже сели тут опять дунули я бы мальчишки может вам денежку надо моника то у нас горе есть собой это так это ну вроде как ну хоть пустили то ага бомжей тут нашли ну короче отдел разошлось душ кофейку давай этот целоваться обниматься боевик на что-то берет этот как и омона ски натянул с автоматами тут в обнимку короче чуть не друзья лучше а палку то не все срубили короче нас на паровоз ну правда мальчишки хорош попали на паровоз ну туда в белгород паровоз шел и нас и короче на паровоз с бабой там дочерек или с там бабы начальник поезда и короче нас на паровоз приезжаем в белгород мне удача его херь его знает пошли в этот как я там линейный отдел белгородский а мужик ну начале криминальницы приехал чечни короче говоря ну то есть он балду ты представляет чуть такое и говорит мне значит я пришел гульма чешки вот позвонить в этот как его зовут владимир даже сказаться то ее просто а то нас ищут мы не думал что мы на войне мы в плену там стоишь наш обозначится могут ну давай звонить звоню нашему дежурному вводы представляешь вот так и так вот я такой такой-то вот старшей группы нас плен тут взяли могут того где туда находится тягу сейчас белгородя были то в хохле одеты какого хуя вы там египта куда послали туда поехали до сказали на курске на курске сказали бы на казанске до казанске еще нам тут а денег не стратили смерть дальше ну короче дали нам бибику машинку это отвезли на вокзал белгород на автобусе значит стоять 6 часов ждем на автобусе ходим-то народ пугаем пошел в шапочках черных они же не знают что там грязные эти формы ментовская и все бабушки подходят президент что ли приезжает обратка в это время с димкой сходили квакнули еще маленько то ну да сугре вот хладрыгать ты чё февраль же месяц 7 процента а ходили ходили по поиски идут ну эти то ходят они по четверо идут вот так видишь строим таких смотрит на нас четверо дураков с автоматами стоят не познавательно знаков ничего и рюкзаки вот такие вот так было видеть как вот в армии вот так строго на 90 градусов в другую сторону поперли значит туда а ними дать работу них такая вокруг этого ходить автобусы станции они вот до нас дойдут разворачиваться в другую сторону хоть бы как отварь спросил учиться с автоматами а народ то смотрит мальчишки куда обратка на юга отдыхать и смотрит короче садимся в автобус поехали в автобусе до воронежем уронишь приезжаем и приехали да не туда с этого там большой вокзал из вокзал нет править никуда баба говорит какой-то вокзал есть черти за через речку ехать а баулов у нас ее просто короче берем мотор бить едем туда приезжаем мент нас увидал а и рима там знак такой ну нельзя ехать то водилы годами ну таксисты бит туда нельзя ехать егуем-то кто нас арестует время 12 часов ночи на с автоматами кого-то уж победим я пласть с плена вырвались ебать живыми ничего мне ага на вокзале того что баба горит местов нету короче говоря но нового ягода хер себе на одном стульте просидим ехать то то что надо же ехать нужно приехать до позвонить воды чтобы хоть на войне и про угол поставить короче это заходим к линейщикам тебя на глаза такие вот один раз спросил мужик там капитан старый как говно мамонта короче говоря говорит это вот куда хоть ей ты ефт я говорю да вот на войну у вас хотите ну есть зачем едете как же вы командировку я просто то что же мы сами собой шли по и на войну ну короче у них это переночевали это как его ну конечно попили а что делать то не спится же у нас на паровоз посадили поехали все приезжаем ладно ну прохладный приехали баба тоже проститутка казалось это это проводница я группа на какой первым вылазим на праву или налево на год на право ты представляешь рюкзаков то насколько весь тамбур в рюкзаках вот в этих мы это рюкзаке точно направо выкинули все ага народ с паровоза то вылазит же чё там дальше смошка и мне надо ехать подходит по поиску вы куда я буду до моста когда ехать он готова лазить надо на ту сторону платформы то ягод еще блять а чего раньше никто не мог сказать а баба тут крыс так не сказала но братка сам знаешь язык какой брат как-то проститутка на нее раз не пускает вагон то только ты что мы под колесами шли полезем а там всякое в сящее да еще кто-нибудь пойдет в туалет блять смоют на тебя правильно не пойдем ну короче чисто опять перелазим ее нахер послали мне перелазим залазим в паровоз паровоз мать как вот времен этого как я там батьки махно блять половина стекол нету там труба ага залезли блять какой-то в очках капитан задрал нас вообще труба блять вот он ходил пока ехали до воздока он раз 80 прошелся искал какую-то люсю блять ты веришь нет вот ты писаешь там пристоишь пройти негде только дверь открывается закрывается закрывается открывается блять вот если дверь открывается значит капитан идет вот открывает в эту плюсу не видели ну первые 20 раз хуй стерпели мне после уже идет хором блять мы люсю не видели блять опять в конец поезда уйдет опять придет блять корочка как доехать братка давай выкинь благо кошка нету в этой штуке то а паровоз то едет хули в первом вагоне вылез блять поставить грубо говоря в заднем попадешь едем приезжаем моздок куда ехать хер его знает ага аминтов тоже все с оружием да все бородатые как мы вот сейчас да грим больших к как бы нам это штаб это найти их не ну куда нас послали то то один объясняет тебя и штуды туда и сюда откуда ты представь вот это я в те в нашей деревне расскажу куда ехать а в чужой это черт его знает короче так все опять берем приводит нас штаб штаб не пускает что-то упаси господи ну братва стоит на улице а я знаешь вот как старший захожу мужик говорит отдай автомат я кучу дурак что любит как тебя сейчас я буду за дверь выкинул скажешь его и не было так ведь по большому счету я вружок отдам автомат не отдам богат ружок давай мне автомат отдай в дежурку ну дума чё драться 7 нас сказать что мы приехали поднимаясь короче следует такой полковник полупьяный такой ощущаешь из-под стола были вот такой тебе чего ну я говорю так и так дальше полковника вот приехал туда-сюда такой сидит ты куда должен приехать евро 11 а сегодня какое число его 12 это 3000 денег истратили пока доехали всем же доехать никто за так не возит ли ага вот такой сидит и горит а нахуй тут нужны я говорю ну если не надо так давай мы поймем обратно он каком-то дураку крикнул сходи в штаб захожу там еще пьяней блядь час пьяни на вот такой сидит глаза выкать и я к нему нагибаться он говорит как стоишь перед офицером думаю ебать он меня не видит как же он я видишь я нагнулся мне ну вот глазник вот смотрит а никуда не смотрит и вот вязался такие ходят вот вот такие шары блять в пространство куда-то бегу слушка нам надо в город мы приехали отправьте нас говорю куда это то сидел сидел да тут вы нахуй не нужны и игру вот уже второй раз я слышу очень приятно ягра куда нужны мне поезжайте в аэропорт ну родром военными поймаете вертушку поймаете вертушку нихуя то как мотор блять будет плечевой повышать вертушку и приезжайте в это в ханкалу а мы люди исполнитель ничего делать какой-то автобус ей тягу ты не поедешь туда вот поеду короче привозят нас в аэропорт но в этот народ ром а там хуил мучной какой-то прилетает какой-то замминистра с этого с москвы блять так там народу все боссовшись бегают с автобуса всех выгнали холодрыга блять автобусы спрятали за кучу а мы хули как аборигены там ну представь с мешками с автоматами то есть это нормально автобус грязный херово все там бегают омонов стаке что-то там москва туда-сюда 20 метр ростом ей богу все тут ужина и и что министр плиты короче четыре часа лови улетела слава тебе господи сюда перекрестились блять массолета там летали его охраняли ветролета где-то все это прилетело до теперь бегом от каждой вертушки к вертушке ты повторяешь это как будто на стоянке такси денег и довези но подбегаешь денег ты не полетишь это в ханкалу иди нахер иди нахер один хороший мужик попался в туалет еле взлетел ей богу с перегрузом был я говорю слушай-ка а у какой-то горьковский ну я услышал меня речь такая вещь это манинка не московская угот откуда я горьковский он год ну ладно старлей какой-то ну штурман на ветролете ладно полетим если взлетим думаю них у меня все картины да если взлетим мать его муж как-нибудь это должны сейчас попрыгаем если взлетим у нас большую перегрузку плетием думать тебе здорово блять на паровозе не убили в плен не сдались теперь дать еще не хватало с ветролета ебнуться на землю а в жизнь не летал на ветролете то за трясется ветролета значит ага думаю мать надо за что-нибудь подержаться падать то будем хоть чтоб не кувыркаться то ага короче попрыгал попрыгал ну кричит мол полетим ну слава тебе господи полетим так полетим надо что добывать это короче полетели прилетаем в ханкалу вылазим на этом говнюшнике 2 то менять вылазим грязище несу свет на меня нас короче с этого паровоза выкинули ручку уже нет на сумке хули вот так как беременна баба ходил с эту сумку для еще курмуль тук тащи эту мать ну сам же значит все приблудто вылазим опять хорошего мужик хорош попался опять сдержанской что ли пацан хороший мужик подходит говорит мальчишки в откуда я году вот 2 бараса владимира толка это еще прилетели то его так вот и прислали поймали вертушку перри прислали он такой а зачем я буду от велели показаться кому-то как груна в штаб-то пройти могут тут все серьезно меня все засекречено вот там год после менты стоят не пустят вас ваша пропуска нет а какой раз для пропуск там вояки тоже не пустят типа комендатуру какой-то вот дрова вещь лежат а там гора дров лежит солдатик там пилит хули нету блять механических ты пил вручную валят для маленькие такие солдатики тоненькие грязные как чушки мне волга через эти дрова полезайте блять то есть значит через пост не пусть а через дрова кто хош нахуй через дрова с одними сумками бред ты представляешь не трак перелазим значит написано штаб ёпта мать и никуда не ходишь на под тебя будьте любезны заходим в штаб наш где написано мы же русский заходим там же отмечаться везде приходим в штаб здрасте там будет идите нахуй думаю как пароль видать пошел в дежурку а ягура куда идти ты мне ну нахуй ты все это неопределенно все-таки место едет дежурку там вам скажут куда идти мне дежурку приходит стоишь такая же картина блять гребот нас к а уж хули командирование как это папирос на бумагу стали представь сколько раз каждому открывай дурой ебу где типа указывает говорит вот куда я вот оттуда приехали сюда а нахуй тут нужны думал блять попал куда надо ебать да ягода куда нужно это ебать ягод пройти нас обратно он год а нас уже везролета летает в это время это своим ходом шли рулите сумками не дотащим ручек уже нету нихуя пришлось это думать что сложим сожрем ашу и сужим не будешь патроны есть им там и а ходили ходили никому не надо все сходят с автоматами мать но будет загадили пристегнуты мы-то откуда знали шик надо отсёгивать смотрим написано ты ла все-таки старотыл веки пошли значит это в тыл заходим а мне саблю туда льем твоего там этот хер ты прилетал с москвы то ему это там какой-то купец у него позывной там для ему саблю принесли а он не знает кому отдать автомате министр замминистра не берет нихера какому-то херу носил тоже не берет вот даже каком там старшему толовику у его знает кто там такой у спрощего кто самый главный ты мой от даже не вот я саду сабли как пропуск ну там фамилия было написано то есть я не буду говорить как его зовут захожу откуда я знал что там без рожка надо заходить в кабинет а там генерал сидит два генерала усы со фронтовики после расскажу моник попозже как это а я чё парень крестьянский смотрю народ сидит в приемной ты думаешь ждать ты сидят значит им не надо да я прямиком ходом а там через стекло то видать что они мужики дать сидят командир это генерал то я короче дверь открываю и туда летом за мной ты хер майор заскакивает хватит мне за автомат и ты чё ёбнулся что ли он говорит нельзя сюда ходить с автоматами шоу я тебе отдам что ли блин ну представь откуда я знаю сейчас уйдет за дверью опять какой раз автомат хотят отнять ты представляешь я говорю не отдам я тебе он мне на ухо стегните пожалуйста а какой то тоже первый день приехал тоже чумной отстегните пожалуйста магазин здесь нельзя я говорю ебать час уже хожу по ханкали можно блять а генерал пришел все забыли ладно подстегнул подхожу значит к этому полковнику говорю вот тебе игру сабли он такой то есть привычное движение 1 сабли 3 до тех под стол а я ну это с ним тут водку отдали тары бары кто какие приехали ага а 2 генерал сидят генерал на 1 войне надо было видеть у тебя какое ружье то один другому лысова такой высокий говорит у меня от сайга тот года у меня тоже сайга это было то символ это война до одного места вот на дачке пострелял по бутылочкам так кучно бьет новые проблемы про дачку вспоминает а тут ведь а там грязь сам видал сколько ханкали то мне по сам не хочу меня как будто нет вообще как будет никого нет они рассуждают как вы там дома дачи как клубнику в час сажать в общем нахуй мы все война короче говоря по был орден мужества будь любезен не выходя с кабинета да ага теперь че значит иди вон к тому полковнику умеешь я уж падла что ли они правда нахуй не послал вот единственный раз денег тот не посылал которым я соблюдал вроде как неудобно посылать я значит к этому подполковнику подхожу говорю слушай вот мы такие такие то приехали куда нам деваться блять он вот нахуй чуть не погиб геройские смысл блять башка то в обратную сторону крутится блять а вдруг бы долетел блять ебтовать погиб геройский блять все он не местными а летел на меня метился падла блять все больше не прилетит но вокруг этой палки не будет летать как ты вишь у нас были то ли блять и коровы от хорошего не летает прикинь бы тут сидишь пиздишь погодь блять готовы на куда ну давай туда где-то бы скачище будет говорить а то уже фотографируешь что на чем закончили а подполковнику к этому пришел то говорит нахер вы сюда приехали то его ты хоть запиши что мы приехали вдруг позвонит владимир да а мы еще не приехали а время же 12 число день рождения как раз у меня а музыки там еще четыре бутылочки водочки литровых купили думка где рождение прошел зря что ли и говорит куда их отправить с этим мужиком которому я соблю подарил тот говорит допустим в грозный думаю ради бога надо же определиться чем-то я буду в грозный так грозный давай в грозный его как туда ехать то он куда вот сейчас выходите штабы на левого рота будут и горит это поймайте машину и идти в грозный я гребет мать ветролет поймаете мне машину поймать его кто нас повезет первый раз вот и меня увидишь разве поведешь меня ага вышли грязюка смерть мать ходит там часовой около штаба то чтобы не дай бог кто не зашел там командующим там ли в таких грязных штанишках ходили бродили я говорю ну давай где хоть а мол 4 часа после четырех у нас тру ляля ну нельзя ездить я говорю сушка а как же а там есть гостевая палатка вы были там гостевой палатки то жопа а я тебе вот я то там должен ночевать в день рождение свой родной но вы туда надо выкушать все четыре бутылочки день рождения пройдет не зря мы туда куда дошли пали грязь его хорошо чуваши приехали монстр а к ним пацаны приехали которых они приехали менять мне вот сашка то командир техни так вон сейчас мальчишки в грозный поэт мы вас захватим горит его ну ради бога где машину то они для кодут около танка а теперь раз приехал откуда зажди танк стоит ну дум недалеко так недалеко так вы не вставать от нами одно время тушь но где-то минут на без 25 но клопите уже был то есть нельзя ну да можно мне ага догоняйте мол нас мы передам пойдем а саммит с этими как его зовут у них только автоматы все у нас рюкзаки все это думаю ладно полный рюкзаков учу вашего ставили пошли пешком дуэм 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 ведь имени уже они уж они быстро ждут их они налегке а клещи по яйца короче говоря и это дуем за ними тут машины бтр сзади пипикат я гриб твой к куда уйдешь чтобы из колеи то ведь короче вы берите бтр и добежали короче это айти да все ханкалужу вот так обойдешь к танку к танку ты это ты представь мы сворот вышли где вас вагон там эти стать недалеко да а грязюк внутри я не знаю сколько три но уже опыта вся сыра и было точными пришли дальше у танка годзилла стоит на что броневик товар то это как на такси ехали число на мерседесе ощущение после пешком то идти то ноги тоже вот до сюда стерли съем там ног то не видать куль вот куча грязи вот столько и все в годзилла залазим едем а уж темно но не до фонаря что тут нет а уж время 6 часов а до 4 тоже можно омоновцы сидят и говорят если будут по нам стрелять вы не переживайте от свои думаю автоматич не хватало лет своих погибными проезжая на все блокпосты тут минутку это как раз роман под романским мостом тру ля ля все батюшки исторические места все до приезжаем сюда будут заезжаем пацаны вот тут стоят вот в этом дому то заехали знаешь приходим дежурку так картина тоже шоу ханкале в моздоке дежурный сидите гусушку вот мы приехали тары бары ноги стары нас сюда прислали только то нахуй тут нужны и к слушкам блять а куда еще ехать-то моздоки туда же посылали ханкале в это же направлении и тут нахуй посылают представляешь я грубит ну вот прахи нас куда не то ты мне тут как вон там ищите ночевать себе вводила с москвы живут на первом этаже это в говнющики твой в аквариуме табли и горит это как его зовут переночуете завтра увидим блять приходит упро пацаны встретили опять хорошо тем более сводка как не встретите земляки дунули за день рождения спать легли они топили соляркой он год на втором ярости пустые кровать спитит взять туда в душе губки будет спать то не все на первом спали табли а там от солярку от вечно дыма блять ну полтора метра над землю нету а там дым вот не видно кровать то так вот подымешься где спишь как в облаках залез значит минут десять подышал думаю пиздец не дышится писаешь как спали берут куртку беру на голову удел рукав высылал как хобот у слона то про право вниз туда опустил ну там посвященник посвященник ага утром встали ну тут нормально приходит папаша батеньки давай спрашивать то где чего работал как раз смена была тут медь а это все уехали один остался вот который сидел тут на нет ну ты кто там ты этот 5 10 там серега я был страшен одним к там такой-то папа говорит нам такие не нужны думаю 5 приехали ебать где еще нужны а пока хер посылали туда до бумага ведь официально пришла приказ там тары бар ноги старыш вот сюда тот править имел несторожность сказать это я значит имел несторожность к шокот в штабе работал для хочу работать в лесу там какой компьютер блять там машинка печатный бед зенгер честой бит право и пока дров на топишь пока пары подымешь правда с капотом с каким стартак интересными капот открываешь там эти буковки поправишь опять а там еще виде буки вот эти буквы ты мне я говорю вот вот видишь компьютер его вижу но я видел это издалека так как трогать не нажимал ни на одну кнопку мне страсть божья и как сказать что стоит 25000 со всей этой приблуды я в год стоп не зарабатываю сейчас нажми эту кнопку фыкнет и все пиздец всю командировку пятен даже на этот компьютер садись будешь на нем работать думаю вот таки хуя себе а подсадочи не уехала через ну через три что дня уехал санька то который на нем работал то я густое ты покажи как включать то и уют на машинке ты представляй как печатать табли а как чего-то на верхней кнопке не нажимай вот мышка поводишь бы думает очень поведешь и пахнет и все опять вся жизнь прошла насмарку ага ага но другой им прихожу там забивать секунд информацию туда-сюда ну печатать у меня он все мне включит это опечатать тоже ради бога стирать у меня научили там такая черточка все чик-чирик печатаю значит ага горь теперь запомни его я запомнил но я тут узнал что туда на кнопку туда я бы я все запутал ну дословно не запомнишь конечно гердова это запоминай вот там найдешь этот крестик и отмать мышками и мол все запомнится думаю керрины мышка не будут швели думая дай вот эту хуйю который печатаешь пошевелил блять шевелил нихуя ничего не шевелится и давай мышка боюсь и представь если пыхнет а меня нас вращающую вещь дорогая там этот который печатает как он называет принтер что ли а там от херой начиная вечно там что-то 1015 рублей стоит и так прикинул никаких боевых не хватит ага раз поводил поводил этих нашел квадратик то все осталось а думаю сейчас ну нажму сотрется все 5 5 печатать сами на по две страницы печатать и день за днем вот так научился денег уезжал говорит вот тут все информации по нашему отряду то до свидания она что нажал хуй его знает короче там утречком ну и уехал он я утром прихожу ну набивать а там вообще ничего мам не горю и короче говоря и вот считает целый месяцами все печатал мне набивал блять глазово чё в три до в четыре уйдешь а в 7 идти на дружин печатать придешь глаза я сам таких все глаз не знал про правда вот как лукошки блять папа говорит а жил-то в 405 считай в 3 придешь проходной двор блять спать ложишься блять тык-тык-тык-тык дай прикурить прикурил мне ложишь на ушел минут 20 проходит лавка дай сигареточка грубить как будто я сам экране ебтом одегрушил лет на всем этаже и курить никого нету все спят я говорю я буду существе смена блять да все 20 проходит нас бандерлок был этот как его зовут то бычейстик мять да какой бычейстик у нас был бандерлок не кликуха была это его вы его не видали там чучело такое труба блять все железки блять грозного стащил блять черепа с дырками тут в голове этим мины ты блять принесет как грохнет блять смотришь как ембит и все блять пропала молодость он повез и не знаю сумок 6 на ягу я это как вода тащишься и все дело там нет все он придет часа в четыре блять вовка дай покурим я грызу что блять а все спят как человеке блять папа говорит блять утром придешь глаза того папа говорит оу сынок ты хоть когда-нибудь успешен твой ягуль папа сплю могут а сколько ты спишься я буду часа три ты попытаюсь блять услуги я бы можешь мне выходной даже сослужил свой счет говорю хоть поспать денечек тебе тот нихера мы дома выспится хочу поехал то поехал у нас со всей собинки один мужик только был начальник уголовки короче говоря но он рассказал что бардак там я по телевизору все как показывают то эти город иван иван дмитриевич ты не застал мужик был командир омона таганрогского труба за 100 баков баба какая-то приехала с нтв говорит мне хочется снять мирный город как же мы тем мирный город куда не глянь одни дырки мне хочется чтобы первый трамвай про грозным проехал где же мне трамвай найдете 100 баков вам дам те короче в подворотне находит трамвай без колес короче говоря цепляет за бетро и и 100 бака все-таки деньги до цепляет ее трусом она год над чтоб там люди шевелились в нем ходили а стекол то нету ну хоть видимость создать черт не 1 трамвай доходит без стекол до насрать больно едет и черт ним а колеса не снимает бабы ты ну вот так снимает чтобы видать был то где человеке ты ходит вот они до служит и тянули короче до этого как его до моста то давай 100 баков мы в обратную сторону притащим от меня больше денег нету хуях с моста и скинули блять ну и раз не платит и вот а поехал чё поехал посмотреть какой тут гадюшник для красота то ем там мирный город вот и все мир вчера видали какой мир то раньше у них расписание был к приехали с 9 до 9 вечера мир у нас вот здесь в округе с 9 до 12 как по будильнику мне а мод ты какая тут новая смена приезжает давай по нам стрелять ну чтоб попугать то хочу пугать ты с не знаешь его бояться то правильно откуда прилетит как мужики говорят который услышит то не бойся правильно вот а так чего фугасы рвутся народ стреляет хороший мир хорошим мы пойдем погуляем часть к в 10 вечером под контролем все будет и все это не не лермонтов юртками как какую-то пизду город пойдем сходим за коньячком то чай тут растяжечки стоят мой злотый у нас тут товарищ один за коньячком идет на систему пацана спрашивает где покороче пройти никак вот туда поди блять пошел гулять все подорвался да вы ну правда как написали что в бою как вася в жопу ранен 2 2 васит у нас в жопу ранили мне это же жопой напился сел на печку с ракой теперь с раком все обгорело а домой ты приедет представляешь трусы ты снимет все в вечер рабы герой блин ахуле но ты же видел не в васит ходит а он сейчас ходит без штанов юбку и дел ну как у нее трусы не снять они прилипли к коже ну он жопу сел на печку это уже ходил то все поиску он ходил куда в жопу его пострелили так это нормально ходил видали же меня а уж на печку жопу сел там хуй скроешь я разухожу бы ческу ёпты вася в юбке году в кепке сидит в этой шуршу не и это как его полотенцем обвязался и бьет вася крышу поехал куку съехал и бабы прикинулся и вася в бабу переделся он такой коленку снимает они что все замотаны ну простыней замотал нет наш какой-то шприц стоять вот те от головы вот он жопы не перепутает пополам разломит таблетку и оплатить все первые головы пьешь вторую у нас там четыре шприца и троих ни разу не видел не два раза видел мать один пришел грязный к нам туда в коморку то мы раз зимка стирались заходит в дупло никакой веришь нет 100 летом не пойдем постреляем я у тебя балдашу съехал у тебя игры магазин то нет не пизды а как же я стрелял ты в дуку куда поехала совсем один вот шприц ездит толстый вот который айч прицель все пиздец как этим не не вылазит с этого делать че какой тут шок не шок стояником и две недели все и отходишь как у нас совершенно говорил приезжаешь в командировку выпил в первый день за принятие должности откуда было 45 суток тогда попроще было 45 суток чего выдержишь пить-то очнулся все дембельский агор где на 1 поехал ты дал несколько орденов то то что я сейчас на спину вешать этот почетный библиотекарь россии чё только нет а сейчас и что-то все значки подменили брата мы вручили чем нам долго что на плане раскатали чё водочкой но сейчас заметь не пьем почти ну почти но еще ком-то как-то не не уснешь перерабатывал так сказать не ну пацаны хорошего вояки тут слава тебе господи он возьми те же чеченцев умницы вот у них садил сухой закон учить инцев вот пятый год капли никто не пьет псаешь вообще не пьют вот как приехали не пьют но мы видишь в люди вольны были они ездят и не знаю сейчас сколько лет вылезли не с поезда пацаны то приехал же сон какой-то менять какой-то отдел ты уже точно не могу сказать что приехали сказали боевых не будет вот и все никто не пойду а кто поедет я люди нет для ушей про душ не не для камеры вот я поехал не за деньгами просто чтобы не было написано в личном деле что был правильно а то начинаешь с кем-то ругаться туда съезде вот теперь я съездил палочка есть уж в 50 лет я сюда хер поеду как он сан саны что-то кондрашка хватит еще очень тебе все дать нас это херил отходит так что нахер как почему там есть дяденька ты в курсе мне приехал капитаном третий срок 2 ордена мужества нет понимать уже подполковник менять на букву с хорошей фамилии где-то дома найдут ему я и сторону по самый корень дурачок мне так кажется дружище ты дал какая там стройка фанка лето вот надо вечерком часу движ тиши стала послушать как их там лают то и штигуру на пасху ты обновить обстрелить собирались для чехом то договались пойдем война только то я вам про башляю понимать пойдем воевать эту как я у меня ханкалу сраными это вот так встретишь день то скажут ли ты где сказать я тоже на войне был до с проще ты где был с картком колеска падла ты узкоглаза блять глаза ты ему вытыкнуть парня а тут все мальчишки хорошие честное слово веришь все наверное кого по моему по глупому дружище колючей проволока городе тройной мать кран выключить газовый мать свет но русских надо вывести кое-что на 4 до хера 60 62 вам ну русских бабушек 2 бабы уже грохнули за месяц за тот и хера наших стрелять можно значит до одного если грохнишь их не вот так все труба трагедии епта хотя не тоже человеке по большому счету приедь тебе в деревню на дачу до приедение с гранатомета ебнет ебать развалился дом ты чем придешь ему с транспарантом будьте любезны что ли так ведь тоже плохо но больше не поеду веришь нет че слова не поеду сейчас еще думаешь эти вот жители воюют что ли сейчас нифига ну а ну вот бумажка у нас там этих сраных грохнули которых и в плен ты взяли какой-то какой 79 81 78 мой там мужиков ведь нет ни хера по сводкам то почитай молодежь работать нигде сейчас он год за 300 рублей фугас ставит хочу сумочку взял поставил 300 рублей кнопочку нажал ну так вещь сейчас у них херово надо на камеру снимать такти хер кто денег-то заплатит всем-то камеру не надо ешь мне все равно же вещь снимает значит кому-то надо мне вот не надо правильно как официально официально почти никого ну официально ты же видал все хорошо у нас тут все мирно все дружными вот так до хера ну как до хера по ментам сами дал три месяца будьте любезны дюжина так это только официально считает 200 иметь а вот так если это как его а в госпитале крекнул царствами небесными и же не пишется что он понял про него все дома как будто помер все будьте любезны а все идут как 300 и ранены легкий какой легкий мне ну как этот сам же раз маленькая осколочек и ножка ты блядь отрягается дом кому нужен никому не нужен бог милует слава тебе господи живые уедем мне очень хорошо командир хорошим лет так ведь папашка золотой не было папашки вообще буш труба тут ничего было папашка всех сдерживаться на эту хонкалу уж давно блять перестреляли козлов сраных ну по большому счету то а сюда ведь не до тварь не приедет так ведь на хера то генералов тут видал на северный прилетел министр блять дал значок за службу на кавказе москву приехал и сказал такого значка нет а сам блять дает противами слава тебе господи сняли мне это не лучшими по большому счету как у нас папа говорит сколько ментов было меня по министрами внутренних дел сколько по пальцам сосчитающим то остальные все хуй знает откуда блять комсомольские до партийные деятели я помню пришел фуражку натянули звездочку ёбнули все будьте любезны до мент блять они до пьяного на левотрезвитель не принес ко мне бы принес представь министр пьяного будьте любезны до оформите до протокол да не напишет менять акси вот и всякий писать он на темную хуй предполагал не в таком количестве